Чем мульчировать помидоры в теплице? Почти на каждом дачном участке выращивают помидоры. Занятие это нетрудное при соблюдении общих правил посадки, выращивания и ухода за ними, однако требующие постоянного внимания. Помидор это многолетнее растение из семейства посленовых. На территории России выращивается большое количество сортов томата с коротким периодом созревания, различающихся по вкусовым качествам и специфике выращивания. Томаты выращивают в открытом грунте, в освещенной южной части садового участка, защищенном от северных ветров и в теплице из поликарбоната. Характеристики культуры томат Помидор это однолетний куст высотой до 90 см. Для хорошего роста необходима почва. Томат растет на рыхлой плодородной почве, насыщенной азотом, фосфором и калием. Кислотность почвы 6,7 пекогенри. Лучшие предшественники помидора – морковь, лук, зелень, свекла, репа. Нельзя сажать помидор в почву после картофеля, баклажана, кабачков, перца, гороха. Лучшие соседи – сельдерей, базилик, редька, петрушка, чеснок, цветы, бархатцы, календула. Температура. Помидор хорошо растет при теплой погоде около плюс 24 градуса на открытом пространстве и от плюс 24 до плюс 31 градусов теплица. Выращивание. Помидор выращивают рассадой. Семена обрабатывают раствором борной кислоты, высевают в углубление на 2 см в почву, накрывают стеклом или пленкой. Срок за 2 месяца до посадки в грунт. При посадке в почву делают лунки на расстоянии 30 см и 40 см между рядами для ранних сортов, 50 звездочка 50 см для поздних. В открытую почву сажают в конце мая или начале июня в теплицу с обогревом в середине или конце апреля. Полив. Обильный раз в неделю. Плоды. Сбор плодов периодически заканчивается в середине сентября с приходом холодов. Чтобы облегчить уход за помидорами в процессе выращивания, ускорить рост и собрать больше урожая с грядок, садоводы используют известный агротехнический прием мульчирования. Это покрытие грунта в месте произрастания томата специальным органическим или неорганическим слоем сырья. История мульчирования берет свои корни с конца 17 века и переводится с английского как «возделывание почвенного покрова». Выращивание помидор в теплице мульчирования. Мульчирование почвы в теплице с помидорами и на открытом грунте способствует защите корневой системы помидора от холодов и первого мороза. Заменит рыхление почвы и периодическое прореживание от сорняков и другой травы. Служит профилактикой от различных заболеваний. Защита от бактерий и гниения позволяет отказаться от искусственных гербицидов, имеющих химический состав. Мульчирование томатов в теплице должно быть экономически выгодной процедурой. Сырье для мульчи доступно, иначе весь труд будет напрасным из-за потраченных сил и времени. Также мульчирование помидоров не должно быть вредным для культуры. Вещества, образующиеся в процессе разложения, не должны выделять токсичных составляющих, приводящих к увяданию и гибели растения. Мульчирование несет следующую пользу. Покрывающий грунт слой мульчи защищает почву от прямых солнечных лучей и препятствует ее пересыханию. Не образовывается корка на поверхности почвы, которая мешает проникновению воздуха. Мульча не дает прорастать сорнякам, наносящим вред помидор и поглощающим питательные вещества из земли. Под слоем мульчи происходит процесс прения, мульчу съедают и перерабатывают дождевые черви. Вырабатывается естественный гумус и почва удобряется природным способом. Таким образом можно сократить внесение удобрений для помидоров. При поливе томатов мульча не дает сильно испаряться влаги со слоя почвы сверху, задерживает ее и дольше сохраняет. За помидорами не нужно много ухаживать, ведь сокращается количество полива и отпадает потребность в рыхлении почвы. Сам процесс полива упрощается, мульча защищает верхний и прикорневой слой почвы от размыва. Мульча предотвращает заболевание томатов и образование фитофторы за счет сокращения испарения в теплице. Тепличный комплекс – это закрытое пространство, температура в нем повышена, за счет этого происходит ускоренное испарение влаги. Условия повышенной влажности достаточно губительны для помидоров, препятствуют их росту и развитию. Из почвы грибковые заболевания, гниль, пятнистость и другие не могут перейти на куст помидора из-за препятствия в виде мульчи. Чем мульчировать помидоры в теплице? Мульча для помидоров делится на два типа – органическую, в состав которой входят природные составляющие – трава, солома, опилки, компост. И неорганическую, состоящую из искусственных компонентов – пленка, рубероид, бумага. Органическая мульча природные материалы более предпочтительны перед искусственными, благодаря своим свойствам. Они сами постепенно разлагаются, превращаются в перегной и служат удобрением для томатов. В их состав входят полезные микроэлементы и питательные вещества, которые при разложении насыщают почву и способствуют росту и развитию помидора. Солома соломой покрывают почву в 10-15 см толщиной. Через некоторое время она немного оседает и слой заметно утончается. Воздух прекрасно циркулирует через слой соломы корням растения. Мульча из соломы является хорошим теплоизолятором. Препятствует образованию гнили пятнистых листьев на томате и защищает от антракноза. Солома не дает произрастать сорнякам. Эта мульча повышает урожайность помидора и служит дополнительным материалом для образования перегная. Важно! Недостаток соломы периодически нужно ее тщательно просматривать, так как в ней могут завестись мелкие грызуны и насекомые. Трава мульчирования томатов в теплице с кожаной травой – распространенная практика. Для создания мульчи из травы подойдет любая луговая свежескошенная трава, крапива, молодые сорняки, не успевшие дать семена и оставшиеся от прополки огорода. Сначала нужно скосить траву, затем мелко измельчить и оставить на несколько дней под солнцем для просушивания и избавления от вредных насекомых, которые в ней могут обитать. Для покрытия почвы вокруг куста томата нужно взять толстый слой травы. Трава, так же как и солома, через некоторое время оседает более чем в половину. Слой травы в итоге должен быть не меньше 5 сантиметров. Мульчи из травы подвержены очень быстрому разложению, поэтому через некоторое время стоит присыпать новый слой. При разложении из травы в почву поступает и азот и другие полезные микроэлементы, которые любят кусты помидора. Обратите внимание, слой травы хорошо сохраняет влагу в почве и куст помидора нуждается в уменьшенном количестве поливов. Древесные опилки на вопрос можно ли мульчировать помидоры опилками, в теплице ответ положительный. Этот способ мульчирования считается самым распространенным. Толщина посыпанного опилками слоя составляет около 15 сантиметров. Если сыпать на грунт тоньше, то сорняки смогут беспрепятственно прорасти. Мульч из опилок хорошо удерживает влагу и почва всегда естественно влажнена. При поливе опилки быстро пропускают сквозь себя воды и впитывают излишки. Если прорастет сорняк, то его очень удобно выплать сквозь мульчу из древесных опилок. Мульчирование опилками недостаток мульча из древесных опилок в том, что они вбирают в себя существенное количество полезных веществ из почвы и окисляют ее. Обратите внимание, для предотвращения поглощения полезного для помидора азота опилки сбрызгивают раствором мочевины для препятствия окисления мульчу. Перед посыпкой на грунт смешивают с мелом или горшаной из листью. При приготовлении мульча из древесных опилок нельзя использовать листья и кору от хвойных деревьев. Они содержат эфирные масла и летучие вещества, которые нарушают состав полезных микроорганизмов. Компост идеальный мульча будет из компоста. Его легко приготовить из подручных отходов. Это сорняки, старая бумага, бытовые отходы, сено, стружка из опилок. Консистенция готового компоста однородная, без запаха, без посторонних примесей и полностью перегнившая. Правильный способ укладывания на землю готового компоста – обязательная толщина слоя около 3 см. Только эта смесь недолго сохраняется, а ее быстро перерабатывают дождевые черви и нужно периодически класть новый слой. Компост превосходно оберегает и снабжает питательными микроэлементами томаты. Однако стоит быть осторожным и не добавить на почву слишком много мульчи из компоста. В нем содержится очень много питательных веществ и полезных микроэлементов. Вкус помидора может пойти сильно в рост плоды, при этом будут плохо завязываться и с большим опозданием поспевать. Недостаток компоста лишь в его неэстетичном виде и в недопустимости выкладывания на землю, когда он не до конца перегнил. В нем могут остаться семена сорняков и обитать множество паразитов. Дополнительная информация. Корни кустов томата защищены от перепадов температур. Для предотвращения прорастания сорняков мульчу укладывают плотным слоем. Неорганическая мульча помимо природных компонентов, для мульчи можно использовать искусственные материалы. Однако не все дачники и садоводы считают целесообразным напрасно тратить средства на агротекос, спонбонд и подобные материалы. Заменяют их обычным полиэтиленом, мешковиной и другими легкодоступными. Срок службы у неорганических материалов намного больше, чем у органических. Они служат несколько сезонов подряд. Неорганик отлично справляется с созданием парникового эффекта и куст помидора растет быстро и хорошо. Пленка. Пленка для мульчирования должна соответствовать следующим характеристикам. Быть красного, черного или белого цвета обязательно не прозрачная и прочная. Для южных регионов нужный цвет белый, для более быстрого созревания плодов понадобится черный цвет. Мульчирование пленкой. Пленка не дает расти сорнякам. Чтобы правильно ее постелить, нужно хорошо прижать к земле, края закрепить чем-то тяжелым. Пленку накрывают в прохладное время, нельзя ее использовать в летние месяцы, чтобы почва под ней не перегрелась и растение не заразилось грибковыми заболеваниями. Газеты, бумага и картон. Перед тем, как замульчировать грядку из газет, бумаги или картона, почву вокруг томатов разрыхляют и дополнительно удобряют. Бумагу предварительно измельчают, смачивают в жидком растворе и из удобрений дают отстояться некоторое время и покрывают землю до 15 сантиметров в высоту. Мульча из бумаги. Хороший способ утеплить грунт. Долго служит. Важно! При настилании листов бумаги в один слой в них предварительно проделывают несколько отверстий для циркуляции воздуха. Недостаток бумаги – нет питательных веществ. Желательно не использовать газеты и напечатанную бумагу, здесь краски и свинец. В чрезмерно намокшей бумаге могут поселиться слизни. Нитканое и укрывное полотно подойдет геотекстиль. У полотна пористая структура, оно хорошо пропускает воду и воздух, а также защищает от солнечных лучей. Служит такая мульча несколько лет. Защищает от морозов и от грибка, гнили и вредителей. Ею покрывают грунт в один слой. Недостаток – дороговизна материала. Мульчирование помидор позволяет повысить урожайность, чем нельзя мульчировать томаты в теплице – рубероид. Хоть этот материал очень долговечен и надежен в эксплуатации, защищает от сорняков, но очень токсичен. Чистый торф. Он сильно окисляет почву. Свежий навоз. Может сжечь корни помидора. Время для выкладывания мульчи. В теплице. Если мульча проводится в отапливаемой теплице или парнике, то мульчировать можно в любое время. Если теплица неотапливаемая, то мульчирование проводится после прогрева почвы, когда и нет угрозы заморозков. В открытом грунте мульчирование проводится после прогревания почвы до плюс 15 градусов на глубине до 30 сантиметров. Иначе мульча, преждевременно выложенная, не даст прогреться земле. Еще одно условие – рассада должна прижиться. Мульчирование – древняя технология, не потерявшая свою актуальность в наши дни. Мульчирование помидоров – это лучший и очень эффективный способ заметно повысить урожай и уберечь растения от невзгод. 0.0 VOT ARTICLE RATING